То, что произошло, трудно вообразить. Смерч. Представьте себе гигантский хобот слона диаметром 100 метров, который всасывал в себя всё, что попадалось. Леса, дома, даже асфальт с дорог. Корёжился металл, многотонные предметы летали по воздуху. В этом доме смерч побывал всего несколько секунд. И вот что он оставил. Огромная воронка крутящегося воздуха испытывала на прочность всё земное. Но люди выстояли. Они противопоставили стихии, мужество и организованность. Так было и в 7-й клинической больнице города Иваново. Наш коллектив довольно прилично справился с теми задачами, которые поставлены были перед нами. Наш персонал показал себя очень с хорошей стороны. Почти целые сутки нам пришлось не покидать рабочее место. Но в конце концов необходимые мероприятия, операции были сделаны нашим персоналом. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли специальное постановление. Говорит зампред Чрезвычайной комиссии Ивановского область полкома товарищ Кузнецов. По призыву Чрезвычайной комиссии почти все промышленные предприятия, Ивановские промышленные предприятия откликнулись и работают на восстановление всех объектов, которые пострадали в результате стихии. Как известно, в городе была прекращена подача воды. И вот в этих условиях, когда в головных водопроводных сооружениях произошли крупные разрушения, нужно отдать должное дежурившим там людям, молодым практически девочкам, которые в этих тяжелых условиях не испугались, предотвратили еще большую беду. И в результате чего через буквально 6 часов вода в город была подана. Ну, я думаю, что до 1 августа все работы с помощью промышленных предприятий будут закончены, и люди получат восстановленное жилье. Человеческая взаимовыручка сильнее смерчи. Эту истину еще раз доказали советские люди, залечив раны, нанесенные ураганом.